Дорогие друзья, я хотел бы продолжить свои размышления о творчестве Варлама Шаламова и поговорить о Варламе Шаламове как о политическом мыслителе, основываясь на его воспоминаниях о колымских лагерях под названием «Что я видел и понял в лагере». И первую часть вы уже видели, возможно, вот это вторая часть. Итак, Варлам Шаламов пишет. «И физические и духовные силы мои оказались крепче, чем я думал. В этой великой пробе, и я горжусь, что никого не продал, никого не послал насмерть, на срок, ни на кого не написал доноса». На мой взгляд, здесь присутствуют очень важные вещи. А именно, очень часто мы себя недооцениваем и поэтому трусим. На самом деле, наш потенциал сопротивления вот этой вот агрессивной окружающей среде, этой кислоте человеческих мнений, щёлочи, пропаганды довольно-таки силён. Мы часто недооцениваем свои физические и духовные силы. И мы на самом деле крепче, чем мы думаем. Поэтому… Страх порой нам просто мешает не просто добиться каких-то целей в жизни, не просто стать кем-то, но и отказываться от участия в политической деятельности. Да в какой бы то ни было деятельности, в какой бы то ни было общей работе, в общем деле. Или даже в частном, в индивидуальном. Потому что мы боимся и мы себя недооцениваем. Но чтобы понять, на что мы способны, нужно просто начать действовать. А другого пути нет. И так вы узнаете свою пробу, так вы узнаете себе цену, так вы сможете сказать о себе что-то. И, конечно, гордиться собой. Это важный момент гордости за себя, самоуважения, высокой самооценки. Сталь закаляется вот именно в таких условиях, как бы, огнеопасных. Итак, что же вызывает гордость? Способность быть собой, конечно, и быть человеком. Оставаться человеком в любых ситуациях, даже в самых нечеловеческих. То есть, никого не послать на смерть, никого не убить. На срок. Решить человека жизни можно и другим способом. Не убив его, но оклеветав, настучав, оболгав его, совершив ложные свидетельства. И ни на кого не написал доноса. Это очень важный нравственный момент. Действительно, донос способен был уничтожить человеческую личность, человека. И вот, кто такие доносчики, да? Это доносчики, наверное, такие мелкие люди. И в них есть это стремление, как бы, мелкой мести, да, зависти. То есть, по сути, доносительство свидетельствует о нравственном уродстве человека. И вот, способность избежать этого всего, это действительно великий нравственный подвиг. Я полагаю, что цивилизованные государства, а я рассматриваю вот эти воспоминания Варлама Шаламова и как его духовное завещание, и как его политическая программа, и вообще его книги, его мысли, они должны были бы стать политической программой, и даже конституцией страны. Так вот, цивилизованное государство должно правильно расставлять приоритеты и исследовать истинным ценностям уважения, самоуважения, спасения жизни и солидарности. Цивилизованное государство стремится к миру, стремится к тому, чтобы сохранять жизнь человеку, да, заботиться о нём. Далее Варлам Шаламов пишет «Видел, что женщины порядочнее самоотверженнее мужчин. На Колыме нет случаев, чтобы муж приехал за женой, а жёны приезжали многие». Но действительно очень трудно понять вот этот сексизм, вот это гендерное неравенство, которое существует в некоторых странах, даже европейских. Лагерный опыт Варлама Шаламова показывает, что женщины гораздо самоотверженнее и достойнее и порядочнее мужчин. И я думаю, что роль женщин, она должна была бы быть больше. Я бы хотел видеть в политике больше женщин, в экономике больше женщин и так далее. Цивилизованное государство даёт эти возможности женщинам для самореализации и для того, чтобы быть равными и чувствовать себя равноценными членами общества. Далее Шаламов пишет «Понял, что можно добиться очень многого, больницы, перевода, но рисковать жизнью, побои, карцерный лёд». Ну, конечно, риск – дело благородное. И порой приходится поставить на карту очень многое, чтобы добиться какой-то поблажки, какого-то снисхождения, какого-то послабления. И вот за этим напряжением сил, да, нравственных, физических, всегда следует какое-то облегчение. Так что не нужно бояться этих трудностей, да, этого напряжения, этих усилий. Они всегда будут вознаграждены. Но всё-таки цивилизованное государство создаёт возможности и условия для достижения успеха. И не подвергая человека таким страданиям, таким испытаниям, и такому огромному напряжению воли и физических сил, и риска для жизни. Тем не менее, добиться можно многого, это радует, это очень оптимистично. Если прикладывать усилия, можно добиться многого. Поэтому сопротивление режиму, сопротивление власти, сопротивление вот этой бесчеловечной системы, системе, оно не бесполезно. Оно, в конце концов, тот, кто сопротивляется и добивается своего, тот возьмёт своё и выйдет победителем. Далее Шаламов пишет. Страсть власти, свободного убийства велика, от больших людей до рядовых оперативников с винтовкой. Но это известно, что человеку свойственно заходить далеко. Любому человеку свойственно заходить далеко, и поэтому любое действие должно рождать противодействие. Человек так устроен, что, имея власть, он будет обязательно ею злоупотреблять. Поэтому известно, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. И здесь необходима именно вот эта политика сдержек и противовеса контроля, и вот уравновешивания одной власти другой. Поэтому общество, где нет противовеса власти в виде свободных СМИ, в виде гражданского общества, в виде моральных авторитетов, в виде каких-то профсоюзов, каких-то объединений людей свободных, это общество обречено на авторитаризм и даже тоталитаризм. Это общество обречено на то, что оно будет становиться мафиозным, в конце концов. И вот те самые институты демократические, они будут превращены в ширму, они будут превращены в некий весьма условный и, ну, просто как бы показной вариант демократического устройства. Но на самом же деле всё будет решаться кем-то одним или группой единомышленников, или одним человеком. О страсти, да, это о страсти власти, о страсти свободного убийства. Действительно, Россия свободная страна, но с одной оговоркой. Россия, в России существует криминальная свобода. То есть это свобода для криминала. Для криминала, который, в принципе, связан с властью. И в этом смысле возможности в России действительно безграничны, в отличие от возможностей в тех же европейских странах, где сделки, где бизнес проходит под определенным контролем различных структур и общества. И таких прибыли добиться невозможно законным путём, да, занимаясь какой-то вот сомнительной деятельностью. В России это возможно. Поэтому, и вот, страсть свободного убийства, действительно, она возникает у людей с оружием. Поэтому вот все силовые структуры, полиция, армия, они должны находиться под очень жёстким контролем, под увеличительным стеклом. И это связано просто с природой человека. Сама власть должна быть под общественным контролем. В противном случае нарушение закона не избежать, и злоупотребление властью не избежать. Варлам Шаламов констатирует неудержуемую склонность русского человека к доносу к жалобе. Но это правда. Люди, русские люди, действительно любят жаловаться. И жалобы, они, видимо, связаны с тем, что в России не работают демократические институты. И что, в принципе, жаловаться бесполезно. Потому что нет инстанций, по сути, которые бы могли как-то менять ситуацию к лучшему. Ну, например, моё дело. Это превосходная работа моих адвокатов, лучших юристов России из Агоры, из независимого экспертно-правового совета, не дала никакого эффекта, никакого результата. Дело моё не было закрыто. А виновные не были привлечены к уголовной ответственности за возбуждение уголовного дела в отношении заведомо невиновного человека. И это говорит о том, что, в принципе, жаловаться бесполезно. Ведь, да, и вот эти жалобы, они действительно утрачивают в России всякую меру. Потому что чего ни коснись, везде плохо. ЖКХ плохо, дороги плохие, качество медобслуживания плохое, там очереди огромные, да, зарплаты маленькие и так далее, и так далее. У русского человека уже на каком-то генетическом уровне, наверное, подсознательном вот эти жалобные нотки. И кроме того, конечно, русский человек был как бы отучен от владения собственностью, да, у него не было земли своей, не было имущества своего. Он ничем не распоряжался, кроме разве что своими руками, да. И то, и то, это давало возможность ему только выжить, и не более того. Поэтому это очень жалко. А донос, в принципе, поощрялся властью. И с помощью доносов люди могли себе что-то получить, да, и как-то продвинуться по службе и так далее. То есть вот это вот, вот это нравственно-уродливые явления становились, по сути дела, системообразующими, да, как и коррупция, между прочим. И люди, чтобы выжить, должны были доносить, лгать, лицемерить, идти на подлости и потом жаловаться. То есть не самоуважение, да, не склонность к самоуважению, не склонность к некой гордости, да, не склонность к чувству собственного достоинства, не склонность к солидарности, а именно вот эти абсолютно уродливые нравственные явления, эти моральные изъяны, по сути создавали русского человека и русское общество. Поэтому не случайно, не случайно приход к власти Путина в России, да, потому что только конченые люди в количестве там 85% могут поддерживать вот такого карлика, который, ну, ведет страну к самоубийству. А Варлам Шаламов пишет, «Узнал, что мир надо делить не на хороших и плохих людей, а на трусов и нетрусов. 95% трусов при слабой угрозе способны на всякие подлости, смертельные подлости». Ну вот, сегодня, видимо, такая ситуация в России сложилась, и именно страх — это очень мощное оружие и орудие, с помощью которого власти манипулируют людьми. И я бы хотел сказать, что безопасность государства — это, конечно, условия морального выживания общества. И вот цивилизованное государство что делает? Оно старается вселять в людей уверенность, воспитывать силу духа, поощрять смелость. В противном случае страна может превратиться просто в сборище трусов и подлецов, которые порадуются и продадутся любому авторитарному режиму. Поэтому цивилизованное государство обеспечивает безопасность граждан. И вот безопасность — это, прежде всего, экономическое и психологическое. То есть, конечно, чем трусливее человек, тем хуже для общества. Если граждане себя не проявляют как граждане, то есть они не выступают с какими-то заявлениями, не выходят на митинги, не качают права свои, в конце концов, то это чревато для этого же общества. Это невыгодно власти, прежде всего, может быть, поскольку такие граждане не будут поддерживать демократическую власть, но они будут поддерживать власть сильного. Это надо всегда учитывать, и это нужно иметь в виду обязательно. Поэтому чем меньше трусливых людей, чем меньше людей, которые молчат, чем меньше людей, которые боятся высказать своё мнение, покритиковать власть, тем лучше. И власть, нормальная власть, думающая о развитии государства, о справедливости, об открытом обществе, о вкладе в историю, в конце концов, она обязательно заботится о том, чтобы были условия для свободного выражения мнений и для того, чтобы люди могли добиваться своего и видели результаты своих требований, результаты своих идей, результаты выражения своего в некотором роде протеста. Поэтому с моей точки зрения, например, то, что сейчас происходит в Греции, вот эти бунты, эти протесты, это плюс для Греции, потому что таким образом люди добьются своего и всё будет хорошо, в отличие от России, в которой люди молчат, верят и молятся на всем известного человека, но результата никакого нет. То есть результат ухудшения положения дел в России. Варлам Шаламов пишет, убеждён, что лагерь весь, отрицательная школа, даже час провести в нём нельзя, это час растления. Но давно уже известно, что вот эта тюремная система в России, это не исправительно-трудовая система, это система, которая, по сути, калечит людей, превращает людей в зверьё, уродует ещё больше морально, и, по сути, лишает их человеческого облика. В отличие от западной системы, которая создаёт условия для очеловечения. Мы знаем, что в западных тюрьмах люди могут даже учиться в университетах, не выходя из тюрем, конечно, своих, и там для них созданы условия. То есть, здесь же человек, преступник, попадает как бы в ещё более преступную среду, да, он сам становится жертвой преступления. И вот это ужасно, конечно, и это очень отрицательная школа по воспроизводству вот этого зла. которая не имеет ничего общего с принципом неотвратимости наказания. ибо сама система, вот эта пыточная, по сути, да, унижающая достоинства, но никак не воспитывающая в человеке достоинства, никак не перевоспитывающая. Скорее, это просто своего рода ад, да, и не более того. Варлам Шаламов пишет, «Никому никогда ничего положительного лагерь не дал и не мог дать». Но это ценное наблюдение, и я считаю, что цивилизованное государство все доброе, разумное, вечное. И вот низкий уровень преступности это как раз показатель цивилизованности. Мы знаем, что в Голландии, в Швеции тюрьмы закрываются, потому что там мало преступников. То есть вот это насилие, да, а порой беспрецедентное насилие, не имеет никакого эффекта. И очень часто это просто... Ну, это делает человека хуже только. И поэтому цивилизованное государство, оно доброе. Государство должно быть добрым. Государство должно помогать. В этом его функция. Не наказывать, а помогать. Не... А точнее поощрять доброту, генерировать эту доброту, да, лечить добротой. Понимаете? Когда человек там заболевает чем-то, да, ну, ему помогают, как-то дают лекарство какое-то, выспаться, там, да, ухаживают за ним и так далее. То же самое и со ступившимся человеком с преступностью, с преступником. Но лучшее средство борьбы с преступностью, это, конечно, профилактика. Поэтому должны быть созданы условия для того, чтобы человек преступником не становился. Вот в этом задача государства цивилизованного. Лучшим временем своей жизни считаю месяцы, проведенные в камере бутырской тюрьмы, где мне удавалось крепить дух слабых и где все говорили свободно. Но известно, что если вам плохо, то лучший способ справиться с депрессией, со своей, да, со своим, со своей грустью, тоской и болью, это кого-то пожалеть другого, кому-то помочь. Это важный момент. У человека должна быть возможность помогать другим людям, и это должно обязательно поощряться. Без этого, без взаимопомощи, без солидарности не может быть цивилизованного общества, и не может быть счастливых людей, между прочим. так что надо крепить дух слабых, и вы сами станете духовно сильнее. И конечно, где все говорят свободно, это очень важный экзистенциальный экзистенциальная необходимость для человека говорить свободно все, что он думает. В семье, своим родителям, детям, родным, близким, мужу, жене, на работе, друзьям, везде и всюду человек должен говорить свободно. В этом его сущностная потребность. И это делает человека счастливым. Там, где свобода ограничивается, где свобода нарушается, люди становятся несчастными. То есть к вот этой вот экзистенциальной несвободе добавляется несвобода социальная. И что может быть хуже этого? Так что смысл цивилизации в том, чтобы защищать эти фундаментальные ценности, ценности свободы слова и свободы самовыражения. И противостоять любой цензуре. Любой. Ну и конечно крепить дух и помогать слабым. Цивилизованное государство обеспечивает достойный уровень жизни для тех, кто в общем как-то не смог в этой жизни себя найти. И кто слаб для вот этой борьбы за выживание, за место под солнцем. Поэтому необходимо достойные пособия по безработице на ребенка и так далее и тому подобное, чтобы человек чувствовал себя нужным и достойным. И в этом сила государства. На самом деле социальная поддержка людей это демонстрация силы государства. Да, оно способно крепить дух слабых, поддерживать слабых. Это с точки зрения Варлама Шаламова и есть лучшее время и лучшие годы жизни. И также лучшие годы жизни государства. Научился планировать жизнь на день вперед, не больше. тут уже нечто такое буддистское, да, жить здесь и сейчас. И это правильно, потому что от человека не должен ускользать текущий момент, а то, что происходит сейчас, потому что мыслить завтра, это значит, или завтрашним днем, это значит откладывать на потом, да, в этом есть какой-то момент прокрастинации, да, что вот я не могу сейчас это сделать, я откладываю это постоянно на потом. Нет, жить здесь и сейчас, это очень правильно сделать, и так мыслить, потому что вот сейчас жизнь есть, и то, что я могу сделать сейчас, я должен сделать сейчас, потому что завтра будут, видимо, какие-то другие дела и новые вызовы и так далее, то есть я могу это и не успеть сделать. Ну и плюс завтрашний день, мысль о завтрашнем дне, она может человека как радовать, так и огорчать, например, как быть положительным моментом, так и отрицательным, то есть думая о том, что я это сделаю завтра, я подумаю об этом завтра, человек себе дает определенный карт-планш, да, и как бы успокаивается где-то и переносит на потом. С другой стороны, когда мы думаем всё время с завтрашним днём, мы можем не сделать того, что нужно сделать сегодня, и упустить что-то из виду, да, и мысль о том, что завтра может быть плохо, нас тоже будет как-то подтачивать, расстраивать и тревожить, потому что, ну, неизвестность, она может пугать нас, да, и в этом смысле слова лучше не думать о завтрашнем дне, а жить здесь и сейчас, и это совершенно правильно вот в этих стрессовых условиях, в которых человек находился, поэтому цивилизованное государство не строит планы, да, о великом светлом будущем, это некая иллюзия, это некий миф, да, ради которого люди терпели просто вот такие несчастья и такую как бы разруху и всякую там недостачу, а жизнь проходила, поэтому цивилизованное государство решает текущие проблемы, оно живёт здесь и сейчас. Шаламов понял, что воры не люди, но это абсолютная истина и действительно уважение к чужой частной собственности это аксиома и конечно же украсть что-то у другого человека, взять то, что тебе не принадлежит это не просто преступление, да, это хуже, это посягательство на жизни человека, потому что то, что человек имеет, в это вложено время, силы и части и части жизни человека, поэтому, конечно, воры не люди, и я думаю, что государство цивилизованное должно не просто воспитывать уважение к частной собственности, но и делать всё для того, чтобы желание воровать у человека не было просто и мысли такой, поэтому любой человек должен жить в определенном достатке, иметь минимум, которого ему хватит на жизнь, и чтобы он не ворвал, и чтобы он сохранял в себе вот это вот человеческое, да, это гуманное начало, эту человечность, вот государство настоящее, цивилизованное, оно поощряет в человеке человеческое, то есть и понимая, как устроен человек, его психологию, да, оно даёт ему возможность чувствовать себя человеком обязательно. Россия страна воров, как это не прискорбно, и мы видим, что сегодня происходит в Москве, да, когда сносятся эти магазинчики, павильончики, там, какие-то ларьки, которые имеют, там, право собственности, там, аренду, ну, все необходимые документы, все это явное неуважение к чужой собственности. Что произошло в моём случае? Ко мне пришли с обыском и изъяли у меня компьютер, да, то есть это тоже, по сути, воровство, и, конечно, я не могу считать тех, кто это сделал людьми, так же, как и не считал их людьми, а варлам шаламов, это не люди, это не люди, которые пришли и, по сути, меня ограбили, забрав, да, мои личные вещи. Шаламов пишет, понял, какая страшная вещь самолюбие мальчика, юноши, лучше украсть, чем попросить. Похвальба и это чувство бросают мальчиков на дно. Действительно, как бы, человек, это очень самолюбивое существо, особенно вот юноши, такие горячие, и к ним нужен определенный подход. Человек должен взрослеть, он должен становиться более зрелым, и в этом задача образования, да, системы образования и семьи тоже. То есть, развивать у людей интеллект, конечно же, а критическое мышление и самокритику, потому что порой похвальба может человека уничтожить. Государство не должно играть на самолюбие людей, ни в коем случае. Не должно унижать людей, не должно ставить человека в положение просящего. Человек априори должен получать то, что он заслуживает просто по факту рождения, просто как человек. Поэтому уважать самолюбие людей надо безусловно, а не играть на нем и давать то, что люди заслуживают. Я понял, что такое власть и что такое человек с ружьем. Но это страшная вещь, об этом он уже писал, но тем не менее, это страшная вещь. Власть и человек с ружьем. Кстати, у русских людей есть страх перед ментами, перед вооруженными людьми. И это не случайно. Он даже может быть на каком-то генетическом уровне уже находится, потому что доверия нет к представителям правоохранительных органов. Но я думаю, что не только в России. И в Великобритании кажется полиция безоружная. Это важный момент такого доверия. Что перейти из состояния заключенного в состояние вольного очень трудно, почти невозможно без длительной амортизации. Но действительно русские люди, которые переезжают жить в западные страны, западноевропейские страны, в США, Канаду, они привозят с собой этот лагерный менталитет, они привозят с собой это состояние ума заключенного человека, несвободного человека. И требуется длительное время для амортизации, для адаптации, для ассимиляции. И в этом трагедия русских людей. Они привозят с собой вот это насилие, эту психологию жертвы, психологию несвободного человека. поэтому я не удивлялся, когда соотечественники мои, соотечественницы даже, которые даже моложе меня, и которые повыходили замуж за тех же бельгийцев, выступали против гей-парадов и выражали свой протест против вот этого западного ужасного мира. Так что ничего не меняется, и в этих людях, в молодых людях себя воспроизводит эта гулажная сталинская система, что очень печально. Не случайно очень многие русские на Западе поддерживают Путина и сотрудничают с посольствами объединяются и все такое. Только этим можно объяснить, что в их подкорке вот этот лагерный менталитет, состояние заключенного, страх и несвобода. Поэтому также и в Эстонии здесь это чувствуется и потребуется видимо не одно поколение, чтобы много времени и сил, чтобы сменилось это поколение и чтобы люди действительно стали более свободными, как в Западной Европе, например. Чтобы немножко изменились приоритеты, потому что Эстония, она ушиблена, конечно, этим совком. И последнее, что писатель должен быть иностранцем в вопросах, которые он описывает. А если он будет хорошо знать материал, он будет писать так, что его никто не поймет. Ну, на самом деле мы поняли Варлама Шаламова и весь мир его понял прекрасно, то, что он написал. и, конечно, к иностранцам писателям, кстати, всегда плохо относились в России. Я имею в виду к тем писателям, которые писали о России, считая их критические мнения о России клеветой на Россию. Их всегда недолюбливали. Но вместе с тем это то, что они писали, было и точно, и правдой. И, кроме того, они могли сравнить действительно как там на Западе и как на Востоке в России, что происходит. Поэтому я думаю, что лучшие советологи были как раз представители западных университетов. Да, они видели все это как бы со стороны им. И вообще со стороны виднее, да, издалека что происходит. Как бы таким незамыленным взглядом. Ну вот, поэтому то, что я пишу об Эстонии, например, да, надеюсь, что вот эти мои заметки и размышления тоже будут по достоинству оценены. И то, что я пишу о России, и то, какой я вижу сейчас Россию отсюда из Эстонии или там из других стран, где я бываю, это, я думаю, тоже очень важное и ценное свидетельство того, что происходит сейчас с Россией. И о чем я очень горюю. И происходит действительно трагедия. Происходит трагедия с русскими людьми. Я русский человек, но я оказался чужим в своей стране. И режим по сути меня выжил из страны и заставил меня покинуть Россию, мою родину и жить в чужой стране, в чужой культуре. И это, конечно, отношение к русским. То, что строит то, что Россия якобы там строит русский мир, это неправда. Я думаю, что я это носитель русской культуры, которая в России не существует, но которая мне передана была и которую я в себе храню. То, что есть сейчас, это скорее лагерная культура, это гулажная культура, это криминальный мир, созданный на территории России, и законы криминального мира, по которым Россия живет. Это лагерь, это тюрьма, и это отношения паханов и всех остальных, вертухаев и их жертв. Вот что такое нынешняя Россия. Надеюсь дожить до того времени, когда творчество Варлама Шаламова будет по достоинству оценено в России и станет политической программой новой партии и всей России. Надеюсь, но не уверен, что доживу. Спасибо за внимание, читайте Варлама Шаламова и смотрите мой видеоблог. Варлама